Россия придерживается прежних договоренностей с Сигираном относительно Зангезура. Политика Москвы в этом вопросе совершенно не изменилась. Это говорит секретарь СОВБЕЗа Сергей Шойгу. Что попытается поправить Шойгу, Александр Александрович? Ну, хотелось бы сказать, что Зангезурский коридор, хотя многие говорят, что коридор, лучше не говорить. Потому что подразумевает немного определенную такую специфику, что это может быть проходной двор. Да. Есть такая манипуляция, да. Да. Вот. И лучше называть именно таким образом одним. Здесь ситуация складывается так, что Зангезур больше всего нужен Турции. Именно для того, чтобы пройти спокойно через именно железнодорожные дороги и шоссейные, которые будут там построены, на Азербайджан, сателлитное государство, выйти на Каспийское море. И там уже государство Великого Турана можно расширять через Среднеазиатские республики и Казахстан. И здесь получается, что на самом деле заинтересованы только две стороны. Непосредственно Баку для того, чтобы соединиться со Снахичеванью и для того, чтобы как раз был прямой проход непосредственно из Баку в Анкару и в Стамбул. И тут мы еще видим, что исключается еще один ключевой игрок именно на этом направлении – Иран, который как раз сегодня является транзитом для того, чтобы грузы именно из Азербайджана попадали в Нахичевань. Таким образом, именно Зангизура у нас Иран из ключевого игрока переходит просто в постороннее лицо. Никто уже практически не будет пользоваться его транзитом. И он будет выведен как раз из этой цепочки. Ну, а в Армении как раз получится эта 40-километровая зона постепенно может быть завоевана, как это было сделано в 1918 году в Кайзеровской Германии после сепаратного Брест-Литовского мирного договора. Когда останавливались на железнодорожных станциях войска именно с кайзеровскими солдатами, и они захватывали все станции, таким образом насаждали там свой германский режим на территории бывшей Российской империи. Александр Александрович, дело в том, что заявление Шойгу – это противоположное заявление к заявлению Сергея Лаврова. Ну, вы знаете, мы видим здесь ситуацию такую, что сегодня идет противостояние башен Кремля, и каждая башня начинает бороться за определенные сферы влияния. Но здесь я хотел бы предупредить именно о такой сложившейся сегодня ситуации. За последние два месяца они очень явно прояснились. Высшее политическое руководство Российской Федерации стало везде говорить о том, что лучший друг Российской Федерации и лучший друг президента Российской Федерации – это президент Азербайджана, Алиев, и Азербайджан – самая лучшая страна для Российской Федерации. И вот здесь мы видим, что как бы карты раскрыты, и из Армении и Азербайджана высшее политическое руководство выбрало непосредственно себе Азербайджан. А Шойгу, будучи в Иране, он, конечно, получил определенную информацию от иранских властей о том, что же именно хотят сделать в Азербайджане. А в Азербайджане хотел сказать о такой интересной детали. Там уже утверждают о том, что, значит, весь Иран – это территория Бакинского Азербайджана. И они уже передают погоду, какая идет, значит, на Персидском заливе, какая в Исфахане, какая в Тегеране, как будто эта территория уже входит в состав Бакинского Азербайджана. И мы видим, что вот после вот таких вот определенных рокировок и Иран стал терять определенное влияние на политическом пространстве. И мы это увидели в том, что от Ирана потребовали сдать три острова в Персидском заливе. И вот именно Шойгу сказал – эти острова иранские. И вот здесь мы как раз видим расхождение двух кремлевских башен. Одни говорят «за», другие говорят «против». Вот это, конечно, можно потом будет каким-то образом разыграть, но факт остается таким, что сегодня именно высший политический руководитель обозначит, на кого он именно ставит. Хотя хотелось бы здесь одну деталь сказать. Сегодня, значит, на украинской площадке была проведена очень интересная такая демонстрация со стороны у нас президента Турции Эрдогана, который заявил, что Крым – неотъемлемая часть Украины, и Российская Федерация должна вернуть Крым Украине, и не только Крым, но и другие территории. С одной стороны, на днях, значит, предлагал сам Эрдоган вступить в БРИКС, приехать в Казань, вот, и, значит, вести определенные переговоры с Российской Федерацией. Мы же видим другую ситуацию. Сегодня он заявляет, что он лучший друг Украины, и он будет бороться за возвращение Крыма непосредственно в Украину. И опять же мы видим одну еще деталь по Азербайджану. Они поставляют как раз сегодня свое вооружение в Украину, и об этом тишина. Как было поставки, так они и остались. И дружба с Израилем также продолжается, хотя весь арабский и мусульманский мир обозначил Израиль как своего врага. У нас Азербайджан – лучший друг Израиля. И идут поставки вооружения. И сегодня же опять была встреча у нас в Тбилиси, где министр обороны Азербайджана стал рассказывать о том, как очень сильно вооружается Армения, и она может стать агрессором против соседних государств. Ну куда еще дальше-то можно говорить? Мы видим, что азербайджанцы никак не изменили свою позицию, и требуют изменить по-прежнему Конституцию, и далее все, что должно было сделано, в их ключе.